Дорогие друзья, я хочу поприветствовать вас из замечательного, святого города страны Израиля, города Тиверии. Этот город, как вы видите, сзади меня на воде. Это озеро Кенерет, некоторые в Израиле его называют морем местным, но, конечно, это пресная вода, это удивительное, прекрасное озеро. Я даже сейчас постараюсь показать вам его немножко больше. Вот я посмотрю его, показываю вам его из окна, и как я это сделаю, вот так. Я надеюсь, что вы видите его сейчас. О, да, посмотрите, какая здесь красота. Вот вы видите эту воду, вы видите вот эту воду там, и вы посмотрите, какая открывается здесь удивительная панорама. Вы видите, какая удивительная. Вы видите потрясающую, потрясающую панораму воды этого прекрасного, замечательного места Тиверии. И то, что я хочу вам сказать, друзья, это сказать пару слов о воде и о взаимоотношениях между людьми. Потому что мудрецы наши сравнивают чудо развержения моря с тем моментом в жизни человека, когда мужчина находит женщину или даже ищет женщину, и говорят ему так, мудрецы Талмуда, что так же трудно человеку найти себе пару, как и морю было трудно развергнуться. И, конечно, в этом есть свой как бы удивительный, если хотите, вопрос. Ну, почему вдруг сравнивают одно с другим? Какое отношение имеет семья и как ее создать к воде, которая разверлась перед евреем в момент исхода евреев из Египта? Поэтому, прежде всего, хочу напомнить вам знаменитого каратиста, или, как говорят, каратеиста, который говорил, «Будь как вода». То есть в бою нужно уметь быть как вода. Вы помните, наверное, «Be like water». Помните, наверное, эти слова. В каком-то смысле я хочу, чтобы мы задумались, почему именно вода. Что есть такого философского, концепциального в воде, что, в частности, даже этот город становится одним из святых городов Израиля? Потому что мудрецы говорят, что, например, Тиверия – это город воды. Цфат – это город воздуха, потому что он на горе. А вот, например, Хеврон – это город земли. В этой земле похоронены наши прородцы. А Иерусалим – это город огня, в котором возносились жертвы. То есть получается, что вот эти четыре концепции – это не просто физические элементы, это некие разные духовные субстанции. Когда мы говорим с вами о воде, то мы, в принципе, спрашиваем, а что такого особенного в воде? Вы смотрите на воду, что такого особенного? И, например, величайший мистик, каббалист, философ еврейский, Мораль из Праги, говорит, что у воды нет формы. У каждого предмета есть некая форма. То есть любой, так сказать, любая субстанция, любой твердый предмет, он имеет не только вот как бы свою сущность, с чего он сделан, но он также находится в каждый момент своего существования в какой-то форме. В то время как жидкая форма, она потому и жидкая, что она не создает формы. У нее нет формы. Что означает у нее нет формы? С одной стороны, кажется, что поскольку у нее нет формы, она приспосабливается. Кстати, быть как водой в бою означает постоянно приспосабливаться к сопернику. Как древние китайские военачальники говорили. Вы помните одного из них, The Art of War, который говорил, если ты будешь знать себя, то есть, иначе говоря, в данном случае будешь как вода, и будешь знать своего противника, то ты будешь побеждать в 50 боях из 50, то есть в 100 боях из 100. То есть получается, что нам нужно постоянно меняться, не становиться такими упрямыми и непреодолимыми как бы в своих привычках, а человек, скажем, врач, он должен всегда учиться. Учитель, который перестает учиться сам, он перестает быть учителем, способных учить других учеников. Человек должен постоянно меняться, постоянно обновляться. Конечно, у воды может быть теоретически и недостаток в том, что у него нет формы пока, потому что на самом-то деле форма – это твое стремление, это твои ценности, это то, куда ты идешь. Но потому мудрецы говорят, что мужчина без женщины – это как бы пол мужчины, то есть когда мужчина и женщина создают семью, то тогда происходит чудо. Почему? Потому что два разных человека со своими привычками, со своими какими-то устоями, со своими взглядами, и вдруг они становятся семьей, и целью их является не сожительство двух разных людей, а создание семьи, где два человека любят и уважают другу настолько, что они становятся единым целым. Потому разделить воду пополам, не обладающие формы, невозможно. Точно так же невозможно, как соединить двух упрямых, казалось бы, и твердых людей. Но если возможно было в момент исхода евреев из Египта разъединить воду, то можно наоборот и соединить, если мы помним о том, что такое вода, и двух людей, которые приходят из, так сказать, разных миров. Поэтому предложение, мое, друзья, вам, и может быть совет, который, собственно говоря, дает нам Тора, он заключается в том, что будьте как вода. Смотрите, вы видите, эти верия, святое место, и здесь благословение воды. Точно так же, как в войне, говорят бойцы, да будь как вода, понимай, что все меняется каждую секунду. Будь в своей профессии, в своей науке, как вода, постоянно учись, постоянно меняйся, не застывай, а наоборот, меняйся, обновляйся, не случайно, потому мудрецы сравнивают Тору с водой, потому Тора очищает это микво, потому воды потопа даже очистили то, что происходило на земле, да, в воде есть очищающая идея. Когда идет дождь, мудрецы говорят, посмотрите, сама Тора сравнивает Тору с водой, потому что говорит Всевышний, слово мое, как дождь прольется на землю, то есть будьте как вода, в том смысле, что и в вашей семейной жизни, и в отношении между людьми, с вашими друзьями, умейте понимать их, и не приспосабливаться, но быть как вода, в том смысле, что вы вместе становитесь с единым целым, так же как община еврейская, она не состоит просто из отдельных индивидуумов, а у тех людей, которые стремятся к единству, поэтому хочу пожелать вам из этого святого города Тиверии единства в ваших семьях, в ваших общинах и мира нашему народу Израиля. Всего самого вам хорошего.